Всем привет! Спонсор сегодняшнего выпуска U-Remont То есть, объясняю, как это работает Если вы считаете, что переплачиваете за авторемонт Всю ту же самую операцию можно сделать в два раза дешевле То есть, оставив заявку по ссылке в описании на сайте U-Remont Портал собрал уже почти 7000 автосервисов по всей России Тут кидки до 70% от станций техобслуживания официальных дилеров Таких как Ford, Genster, Rolf и спецпредложения от частных автосервисов Отдельный бонус, недавно появилась возможность оплаты онлайн с 10% кэшбэком Теперь, соответственно, ремонт, машина вам обойдется еще дешевле Как это вообще работает? Пишите форму, марку, модель, год и что надо починить И ждете предложения от автомастерских с ценами 100% вы найдете варианты и ближе, и дешевле Меняйте сервис на то, что не накручивают Первые 100 человек, которые придут по ссылке в описании И отремонтируют свой автомобиль, получат обратно на счет 5000 рублей То есть попробуйте, пройдите, отремонтируйте, посмотрите, как это работает Всем привет! Замечательная просто погода, наконец-то вот именно солнышко, понимаете? Взлетная полоса, практически просто идеальные условия Вот такой вот замечательный автомобиль И это как бы, ну, если кто не понял, там по тюнингу, да, по хрому Это просто Chevrolet Captiva То есть с 2014 года достаточно такое симпатичное, да, вот именно вот Такое внешнее состояние, да, именно сам облик И я, иной раз, вот просто, чтобы вы понимали, допустим, как вообще автомобили берутся на обзор То есть я с парнями списываю и созваниваюсь То есть и жду, соответственно, автомобиль Я даже цвет автомобиля не знаю Но когда подъезжает весь на хроме, на ходовых огнях, понимаете, черного цвета Соответственно настроение сразу, как говорится, уже поднимается Потому что, ну, сам понимаешь, что человек относится к автомобилю совсем по-другому Если бы, допустим, этого ничего не было Ну, хотя для кого по-разному Итак Ну, практически максимальная комплектация Несмотря, да, на двигатель На то, что у нас нет люка и нет ксенона То есть, соответственно, все равно в любом случае машина, она до мелочи, понимаете, укомплектована То есть сам владелец заявляет, он показал мне все есть ништяки Все сказал, говорит, вот видишь, понимаешь Я, говорит, люблю докапываться до мелочей То есть мне, говорит, нравится, допустим, вот это Это, это, это никогда в жизни не пригодится Но это, понимаешь, мне нравится И душа все равно успокаивает и греет Ну, весь просто-напросто блестит Также он блестит внутри Также блестит подкапотное пространство Только потому, что у нас реально маленький пробег Чуть больше 33 тысячи километров То есть длина марки это реально, как говорится, копейки Вот смотрите Так, если вот сейчас не касаться там каких-то либо опций Там тормозов, двигателя Для многих огромное значение имеет то, что вот именно в этом автомобиле Именно в Коптиве нет вариатора Ну, вы сами все прекрасно же пишите в комментариях Все просто так же, так же все прекрасно знаете Что вот этот вариатор уже настолько надоел Вот он, знаете, такое ощущение, что вы придумали специально Чтобы он ломался, постоянно этот вариатор Потому что вот взять Nissan, да, еще других производителей Постоянно какие-то с ним проблемы Здесь, вот если серьезно, если ты боишься Если ты прям вот тебя отталкивает вариатор Вот пока его Здесь автомат То есть автомат И также, конечно, механическая кройка передач Шестиступенчатая То есть, ну, соответственно, вроде бы, как бы для трассы Все более-менее хорошо А так, по сути, смотрите Вот просто показываю У нас есть бесключевой доступ Он есть на каждой кнопке Соответственно, дверь открываешь Перед вами, ну, порог, понятное дело Что это вот не в каждой, да, автомобиль встречается То есть, ну, соответственно, все равно В любом случае здесь есть такая накладка Коптива У нас здесь мягкий пластик У нас сзади мягкий пластик То есть, по сути, так вот просто-напросто Отталкиваясь вообще от нашего комплектации От нашей комплектации ЛТ, да Здесь, как говорится, все вот, ну, сделано по красоте Обогрев сидений Соответственно, здесь такая вот, ну, обшивка То есть, оля, что даже непонятно Но, тем не менее, это, как бы, здесь есть Ну, типа мрамор И вот что, смотрите То есть, соответственно Ну, вот обычное сидение Регулирующая в пяти разных наклонах То есть, ну, вот, людям, ну, понимаете, нравится То есть, вот, чуть-чуть неправильно сел А дальше сейчас еще получше сяду И, как бы, уже становится хорошо Хотя раньше все те люди, которые ездили на этих автомобилях Начинали с тазов и никто не парился Ну, вот, сидишь, хорошая, как бы, вот лица, пространство Басмаска И вот отсутствие самого, ну, вот, просто набраться Туннеля Также здесь есть розеточка, все дела Хотя, вот видите, трехзонного климат-контроля здесь нету Вот эта штука регулируется Спиночка отличная И для того, чтобы, допустим, сложить заднее сидение Вот здесь есть отдельный рычаг То есть, нажимаешь его Все это дело само убирается И, соответственно, появляется проход на задний ряд сидений То есть, имеется в виду, что в нашей версии она семиместная То есть, если действительно, как бы, хочется, знаете, вот, чтобы было лишнее, там, вот, пространство Для того, чтобы посадить туда пассажиров То почему бы нет? То есть, есть такие вот вариантики По поводу заднего, вообще, силуэта Как вы сами видите, вот, у нас отдельно открывается это стекло Отдельно от крышка багажника Есть камера заднего вида Нажимаешь, держишь Открывается эта штученция То есть, смотришь Помните, вот, у нас уже был Chevrolet недавно Тоже большой такой автомобильчик И там точно так же То есть, ну, вот, обогрев заднего стекла Он сделан таким вот, как бы, способом Ну, просто, я не знаю, как бы, не совсем, как бы, красиво Но, тем не менее, здесь лучше, чем в Chevrolet Tahoe Вот, пожалуйста, как это дело открывается Вот багажник Вот, смотрите То есть, если в нашем случае, допустим, семиместная версия Да, здесь есть отсек Здесь, если, допустим, это была пятиверсия Пятиместная Здесь также был отсек и здесь В данном случае у нас здесь сиденье То есть, вот так вот они поднимаются Вот у нас, пожалуйста, подголовник И, соответственно, там уже садятся люди Для того, чтобы все это дело сложить Как вы сами вот так видите Просто, оп Все Достаточно получается ровный, как говорится, вот диван Это реально Просто-напросто удобно Сейчас, конечно, попробую сесть Как-никак на STS-Drive Для задних пассажиров есть отдельный коврик Причем даже сигнализирует Вон, нарисована какая-то стопа Ну, пожалуйста То есть, могу Сам сесть за собой Вот так вот Вот, пожалуйста, то есть Ну, так вот здесь и сделает Ровненько подсеем То получается, в принципе, я могу сидеть Ну, давай До конца уже сделаем Вот Ну, смотрите, сколько здесь места Реально Я в первый раз в жизни вижу Семи местный автомобиль, чтобы столько места было Ну, просто вот я сижу Здесь реально можно посадить второго человека Выставляете, у меня метр восемьдесят рост То есть, вот, просто сижу Просто кайф Это реально, как говорится Унифицированный автомобиль То есть, не просто так Сделали молодцы, хорошо Как говорится, на ура Так же я могу Сам вылезти Вот, как это все удачнее получается Красиво у тебя, видимо Я это Я это потом Это Заретуширую Итак, смотрите Ну, диски вот у нас Как бы такие, да, снежинки Но прикол не в том Прикол в том, что у нас диски задние Вентилируемые То есть, далеко не все производители Ставят именно такие диски То есть, обычно это вентилируемые Дверь, это наперед У нас, как бы, задние Ну, не знаю Возможно, просто, что вот они взяли, да Задний, там, не знаю Суппорт тормозной От того же самого, там, круза Да, поставили сюда Для того, чтобы это лучше все дело Тормозилось Там, сделали так Ну, просто унифицировали Немножко добавили Есть серчак Для того, чтобы открыть капот Единственное, что меня удивило Это вот эта вещь То есть, это у нас Штекер под ОБД И он, прям, знаете Просится То есть, воткни в меня что-нибудь Смотрите, он реально торчит Практически чуть ли не вровень Не вровень с педалями газа Ну, шутка, конечно Но, тем не менее Он реально выделяется Вот здесь Его даже не стали прятать Итак Что у нас находится здесь Большущая крышка А, подкапотного пространства То есть, на этих самых упорах Открылся, ну и понятное дело Раз у нас, как говорится Шевроле То же самое Опель Антаро Да, та же самая, допустим База, там, ну, по-братим Так называемый Экотек Вообще, чтобы вы понимали Как бы, ну вот Я знаю, как бы Прикол такой Что у этого автомобиля Есть много вот различных Других названий Да, там, Шевроле Допустим, в нашем случае Это Коптива Есть также Дэу, там, Винсторм Да, и так далее То есть, для каждой страны Для каждого производителя Все по-разному И прикол, знаете, даже не в этом А в том, что все-таки Это дело, как говорится Здесь такое разнообразное Где его только не собирали Кстати, в Вьетнам Казахстан В Украине собирали его Также собиралась В нашей версии, допустим В России То есть, соответственно Вот это в этом говорит То есть, General Motors Auto То есть, уже русский язык Также у нас русский язык Уже есть на приборной панели Да, именно, если в виду Там, в борткомпьютере То есть, и дело все уже Вот, чисто под нашего Как говорится, брата сделано А так, как и сами видите У нас, опять же, хорошее состояние Все в наклеечках Соответственно, ну, как-то так Более-менее, говорят, надежно Допустим, в нашем случае Это уже рестайлинговая версия 167, в шинюх сил Честно говоря Мало Вот мне Я не такой Я не гонщик Я не байкер Я не там Я не говорю, что-то У меня прям такие машинки Всю жизнь были Что-то прям наказывали всех Но вот именно, допустим Если брать автоматическую Руку передач Да, именно в нашем случае Это двигатель Но он, как бы, маловат Хотя, с самого деле Ездит каждый день на далекие расстояния И говорит, что, в принципе, там 160 ехать можно Ну, я вам скажу так Соответственно, 160 можно ехать На практически любых автомобилях Даже на Chevrolet Lano Как говорится Ну, просто уже Это, как бы, опыт Хотя, это у него максимальная скорость Здесь это не так А так, конечно же, смоешь Ну, и диву даешься Что, все-таки, как бы, вот этот Экотек Я не знаю То есть, он настолько уже Модифицирован несколько раз То есть, там, что-то добавили И убрали Там, в зависимости от рестайлинга Они добавили Убрали лошади И вот, опять же Я говорю, что, вот, он не едет, да? Ну, я прокатился То есть, буду, по собственному Кажется, ощущениям говорить А что говорить про 2.4 Допустим, который был Старый двигатель Там уже было 130, допустим Лошадь их сил Представляете, там 136 лошадиных сил Представляете? То есть, где эти лошади? Куда они убежали? 2.4 136 лошадиных сил По сути, конечно же Это, просто-напросто, как бы, лица Ну, не дико А просто, серьезно Когда так же Вот, рассматривал Такие вот автомобили Вообще Покупки, да Вообще, то есть, люди знакомые То есть, единственный вопрос был Знаешь, не качество металла Там, гниет, не гниет Задняя крышка Там, не по подвеске Вопросы были А были вопросы По двигателю Почему такой расход топлива? Почему такой объем? И где лошадиные силы? Потом они уже, конечно, Делать это поправили Также поправили с двигателем 3 и 2 Потом они сделали 3-х литровый И опять же, тоже добавилась мощность То есть, именно с рестайлингом Эта машина реально преобразилась В качестве Вот, опции, да Добавились пару Там опций По этому По управляемости Здесь внешний вид изменился Также изменился Видите, получается у нас Подкапотный отсек То есть, если пробусти выбирать Допустим, первый, да Какой-то коптик То, соответственно, лучше, конечно же Брать именно вот Такой вариант Но, опять же В нашем случае 14-й год стоит примерно Миллион двести Слушай, ну смотри Вот просто Вся взлетка пустая Вот просто вся Время сейчас Девять часов вечера И надо встать именно вот здесь Там, где я снимаю автобзор А я тебе говорил Просто на ту сторону Там наверняка не видно, пацанов Вот именно здесь И именно так встать Чтобы колонка Прямо вот музыка Сюда шла, как говоришь Вот специально так делают, пацаны Ну ладно Говорится, нас не победишь А так, по сути Как вы сами все просто видите То есть Эти автомобили Они, по сути, надежные То есть К ним особо претензий нет Единственное Есть претензия Это к двигателю То есть 3 литра Да, или 3,2 В зависимости от года То есть Там Как знакомый мой говорит Проверенный парень Который работает в автосервисе Говорит Любую гудбери Коптиву Главное, чтобы она была 4-цилиндровая То есть В6 Говорит, не бери Там вот именно цепь Да, уже ГРМ Не как здесь, допустим Ремень И там он просто летит Ну каждый из 60 тысяч Пацаны какие-то проблемы То есть Она растягивается Похлеще, чем на немцах Я так скажу вам Но это опять же По-узову Я таким автомобилем не владел Хотя сосед недавно Попал на двигатель Как-то так Ну смотрите Здоровенная Просто Вот эта штученция То есть Это здоровее, чем Любой шильди Который я вообще видел Ну, понимаете Больше, чем Volkswagen Больше, чем Audi Больше, чем вообще Любой Mercedes Вот самый большой значок Который Viva Но опять же Наверное, все-таки Это на то, что это американец Хотя, по сути Американские версии тоже есть Но они, как говорится Уже совсем другие комплектации И там двигатель стоит 3.6 А так Полный привод В нашем случае Хотя, опять же Есть и передний привод Представляете Машина весит 2 тонны Вот пустая И передний привод А есть такие вариантики Есть Ну, это, конечно же Уже не для нашего климата Как минимум А так Вот Поехали Что, поломались, пацаны? Нормально все? Нет, нормально Ну, слава богу Нормально все Ну, что Смотри Разворачивайся сейчас Чтоб не было солнца Навстречу То есть, именно в глаза Встаем Так, закрываем стекла Потому что некоторые люди Говорили, что Типа, кажется Очень сильно влияет на разгон Да, именно По времени Ну, давайте так У нас сейчас Эко режим отключен То есть, вот Кнопочка, да? Специальная эко То есть, нажимаешь Она дублируется у нас На приборной панели Соответственно Ну, вот Как-то все это дело Выглядит То есть, отсутствие Вай-фая Адометра Вот, пробег 34000D То есть, ну Меньше четверть бака Ну и, соответственно Давайте прокачиваемся Это просто Ну, получается Газ получил Чё-чё делать То есть, с самой кнопки Да, именно Кикдаун Её нету То есть, она отсутствует То есть, нет именно такого То есть, если ты, соответственно Уже В конец Газ выжимаешь Появляется уже Так называемый момент Кикдауна То есть, настроить Ты чё я вам рассказываю Какой-то кикдаун Вы всё это просто знаете Давайте так Возвлётная полоса Пока байкеры не выехали Газ в пол 20 30 40 50 60 70 80 90 Соточка То есть, ну Вот только мы в час Я газ отпустил Соответственно 110 Ну и примерно Вот получается Такая крейсерская скорость Да, если вы где-то едете По трассе То есть, сразу Честно говоря Машинка жестковатая То есть, очень хорошо чувствуются Все вот эти вот На взлётной полосе Все эти небольшие неровности А так вот Соска В принципе По шумоизоляции Всё очень замечательно Всё очень хорошо 2000 оборотов Как говорится Всё отлично Но если ты начинаешь разгоняться Вот слушайте Газ в пол 5,5 6 тысяч То, соответственно Даже вот на 100 Вот реально Хорошо слышно Отчётливо Слышно Именно звук мотора То есть, по сути Да, вот так вот Долго Там не раскатываясь Не проверяя Там управляемость Там шашки Там вот эти все Не расставляя То, по сути Понимаешь только Одну вещь То есть, если тебе Не нужны Так называемые Панты Да, потому что Некоторые всё-таки Хотят тех же самых Там немцев Да, опять же Ну, даже пускай Будет, конечно же В другом Немножко состоянии И пробеги Россия То, в принципе Нормально Оставили Это вот лично Честно Моё мнение То есть, он реально Универсальнее То есть, даже Те же самые Сейчас вот я поставлю Даже вот эти самые Подголовники Они у нас Вот они у нас Регулируемые То есть, вот Понимаете То есть, раз Два Три То есть, пять Положений регулировки Именно самого Подголовника То есть, получается Всяких Много разных Ниж Да, вот таких Что там Бардачёвы Здесь Здесь Вот здесь Там под бутылку У нас здесь Вот маленький Даже вот есть отсек И причём Вот это всё дело Оно реально Обшито Такой Как говорится Вот замшей То есть, смотрите Здесь Да, вот Здесь у нас Одинарный Бардачок Но здесь У нас есть Вот такой вот отсек То есть, нажимаешь Кнопочку Пуш Вот Отодвигаешь Это, соответственно Там тоже Всё это дело Очень глубокое То есть, соответственно Даже туда Можно руку Ух, нифига Даже туда Можно руку Просунуть Имеется Иду До стенки До пассажиров Ну, как вы сами видите Да, сделано На сегодняшний день Всё-таки Автомобиль современный И как, ну Сами видите Многие всяких Ниши И так далее То есть, здесь Здесь Бардачок Там бардачок Здесь какая-то Ниша Ну и, соответственно Как говорится Вот Ну Для дальней дороги Всё, как говорится Всё хорошо Опять же Большой багажник Много сидений И так далее Но если начнётся Касаться Именно таких вещей Как вот качество Просто Некоторые люди Ну, парятся Не то, что там Есть какие-то лишние Дополнительные Опции Да, соответственно Но Тут никакого базе Вы здесь не увидите Соответственно Вот обычный Как говорится Вот рычаг Крутилка Но она настолько Неприятно крутится Я вот Я вот не вру Сядьте где-нибудь Знаете В коптилу какую-нибудь То есть Просто покрутите Вот он реально Неприятно крутится Такое ощущение Что вот он Очень давно уже здесь стоит И очень давно уже используется И опять же Каждый раз Когда я включаю гробкусь Каждый раз Вот этот сигнал Я хочу чуть-чуть сделать Каждый раз Ты будешь слышать Этот сигнал Пик-пик-пик-пик Постоянно То есть Это тоже Но на самом деле Это реально бесит Но так как А так Хотя видите Вот здесь Стандартная схема То есть Двухзонный климат-контроль Соответственно Здесь все В принципе нормально Все работает Сиди-джер на один диск Ну вот здесь У нас есть менюшка Соответственно Тоже работающая От пальцев Да То есть Bluetooth USB DVD Радио Ну давайте Вот GPS Нажмем Допустим Starting Navi Где-то Navi что ли у нас То есть Со второго раза Начинает загружаться Ну вот Navi-Tel Кстати Как обычно Даже вот На сегодняшний день 14-й год И все равно Навигация Она не видит Почему-то Именно наш Аэропорт Где мы находимся То есть Опять же Надо все дело Прошивать Ну пока Выгружается Вот видите Часы Как на Инфинити Освободитесь Крутые Хотя Если бы они Сделали не такие Да Вот обычные Цифры Да Вот аналоговые А именно Стрелочные Освободитесь Было бы гораздо круче Также есть помощь При спуске Также есть Система отключения ESP Ну варик Вы все прекрасно знаете Ну где мы находимся Как вы видите Мы находимся Нигде Хотя реально Кировская Апатита Ну блин Популярные Горы Популярные Города Серьезно Ну вот Элитр ручник Раньше был обычный Обогрев сидений Да У нас получается Однозон Ну не однозонная Одноконтактная Однорежимная И так далее То есть По сути Вот как-то все Дело Просенько Ну как вы Своя Просто Понимаете Все Вот именно Вот эти Машины Которые Даже современные Или старые Сделали Не для того Чтобы ты сидел Как-то кнопки Нажимал Класс Тебе нравились Да вот эта громкость На музыке Ты сидишь Кайфуешь От этого Соответственно Кайфовать Нужно именно От движения Соответственно От разгона От езды И так далее По поводу Привода По поводу Привода Здесь он Подключаем И задний Ну и Как же Сами понимаете То есть Для каких-то Экстремальных Бездорожий Ну соответственно Машина Непригодна Тем более Вы сами Прекрасно Видели Наш Обвес Да Хотя И без Обвеса Передний Бампер Он реально Очень низко Находится Ну реально Очень низко Находится Ну машинка Как говорится Не без Бездорожья И опять же У нас Допустим В отличие От каких-нибудь Может быть Не знаю Конкурентов Ассутствуют Какие-либо Понижающие Передачи Какие-то Блокировки То есть У нас Такого Нету Ничего То есть Обычный Просто Драйв И соответственно Вот Есть Да Вот У нас Мануальный Так называемый Режим То есть Включаешь Там Ну и тебе Там Хочется Вот Дублируют Да Вот Первая Вторая Ну Типа Для бездорожья Опять же Баловство То есть Обычный Драйв За глаза И за уши Как говорится А так Машинка Рульца Мне понравилось Хорошо То есть Никаких Лишних Каких-то Усилий Я не Прилагаю Нормально Нажимается Педали Тормоз Нормально Справляется Ну Шумноват Конечно Двигатель То есть Я реально Сейчас Не пыжу До 2,5 тысячи Максим Кручу Ну Три Все равно Вы слышны Отчетливо А если Побыстрее Ну Все Просто Самолет В принципе За те Деньги Которые Ее Продают Она Реально Нормальная То есть Это Реально Дешевая Цена Причем Даже Если Брать Первый Коптив Да Если Не Париться На То Что Двигатель Там Староват Не Париться На Внешность На Дополнительные Опции В принципе Тоже Маленькая Цена За Сколько Купить За 600 За 650 Правильно Первые Коптивы То есть Эта машинка Реально Получилась Такая Что Она И Практичная И Не На Вариаторе Соответственно Покатавшись На Этом Автомобиле Ну Это Кстати Очень Хорошо Что Действительно Наконец Нам Попалась Коптива Которой Ну Еще Не Было За Столько Лет Наших Видеосъемок И Соответственно Я Уже Могу Сказать Что Знаю Понимаю Так Сказать Хотя Конечно Для Того Чтобы Понять Автомобиль Нужен Как Говорится Стаж Опыт Там Да И Так Далее Но Пацаны В принципе Вот Этих Тест Драйвов Где Не Сидит Владелец Автомобиля Где Не Сидит Менеджер Того Самого Салона В принципе Достаточно Я Автомобиль Понял Мне Он Понравился Но Для Покупки Именно Для Себя Я Пока Не Это был Тест Драйв Шеролик Коптива Всем Спасибо За просмотр Всем Пока